МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Плакат годовалой выдержки. Сокращенный работник и рязанской автоколонны 1310 требуют вернуть долги. Правда, уже не все. Рязань выйдет из Сумбрака, на главных улицах в следующем году заменят фонари. Альтернативная система налогообложения. Какие изменения ждут предприниматели в новом году? Сотрудники обанкроченной рязанской автоколонны 1310 снова вышли на одиночные пикеты у городской администрации. Они требуют вернуть долги по зарплате и так называемому выходному пособию. Максим Васильев, пусть и не считает их требования завышенными, нужные ответы на вопросы сегодня получил. На эту одиночную вахту они выходят по очереди. И только тогда, когда считают нужным. В прошлый раз, в ноябре, как утверждают бывшие работники автотранспортной колонны 1310, эта мера принесла дивиденды. Дескать, заплатили часть долгов по зарплате. В этот раз акция должна сработать снова, посчитали они. Даже плакат оставили тот же. У нас, значит, образовалась задолженность за ноябрь, декабрь и три зарплаты выходного пособия. Ну, так по закону положено. Нам погашать начали где-то в конце июля, где-то в районе 30 июля. Это примерно около 15% задолженности. Где-то в районе 20 ноября еще где-то 30% задолженности. В общем, получилось, около 50% задолженности нам выплатили. Получается, плакатик-то не настоящий? Мы без денег уже год. Этот лозунг надо делить как минимум пополам. А если серьезно, то долг за предприятием все еще есть. Данные у конкурсного управляющего по его сумме, правда, другие. Но это все нюансы. На сегодняшний день мы выплатили работникам предприятия, полностью рассчитали с ними по заработной платы. Выплатили пособия, связанные с расторжением трудовых договоров. Выплатили пособия за первый месяц нетрудоустройства. А также провели частичное погашение выплату процентов за несвоевременную оплату. Для того, чтобы выплатить нам пособия за второй месяц, мы вначале должны уплатить более 5 миллионов рублей налога на доходы физических лиц. Долги по зарплате в случае конкурсного управления, как известно, это вторая очередь кредиторов. Первая – налоги и платежи в бюджет. Но Сергей Попенко, справедливости ради, надо сказать, убедил арбитражный суд добавить долги бывшим работникам в неотложные платежи. Теперь любые деньги, приходящие на единый счет, компания сначала распределяет в пользу людей. А их в списке – 120. Городские власти, кстати, со всеми в тесном контакте. И все объясняют людям лично. Всем пояснили, что рассматриваем вопрос без реализации имущества, другим способом погасить задорность по заработной плате. Полностью проработали этот вопрос. Вопрос не находится в правовом поле. Соответственно, его мы не смогли применить. То есть сотрудникам тоже пояснили, что в настоящий момент изыскиваем средства, чтобы тоже муниципальное предприятие управления Лизанского троллейбуса выкупило определенное имущество, чтобы пошло на погашение причитающихся выгодов. Как считает Андрей Михно, самый позитивный сценарий в этой истории – выйти в ноль по зарплатным долгам предприятие сможет к концу первого квартала следующего года. От того, будут ли дальше активисты пикетировать здания администрации, это, кстати, никак не зависит. В следующем году в Рязани полностью заменят фонари и светильники на четырех главных улицах – Соборной, Ленина, Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Бюджет города потратит на это больше 100 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказал начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак. Договор с бывшим подрядчиком заканчивается в январе. Продлевать его мэрия не станет. Максим Васильев знает причину. Следующий год для Рязани будет светлым, по крайней мере, чисто визуально. И дело здесь не только, вернее, не столько в жалобах рязанцев на полумрачную вечернюю атмосферу, но и в том числе потому, что у городских властей появилась альтернатива. Сейчас на всех площадках, в том же Сколково, обсуждаются возможности инвестиций в уличное освещение. Нам идут предложения от МРСК, это госкомпания Росети. И от других компаний. Да, мы их пока озвучиваем. Все наши действия направлены на улучшение уличного освещения в городе. Ну а пока с инвесторами конкретики нет, городские власти решили навести порядок у себя сами. Со следующего года просветление наступит на главных улицах Рязани. Здесь полностью освежат иллюминацию. Озвучена уже даже точная сумма. Запланировали в рамках бюджета 111 миллионов 257 тысяч на 2021 год. Также планируем заменить светильники на четырех основных улицах. Шестилетний контракт с энергосберегающей и, как считалось, инновационной компанией оказался экспериментом скорее неудачным. Светодиоды в Рязани не прижились. Жителям их тусклый свет не понравился. В следующем году городские власти обещают все исправить. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 1 января системы единого налога на вмененный доход не будет. Вместо ЕНВД налогоплательщикам предлагают выбрать альтернативную систему налогообложения. Подробности расскажем в следующем сюжете. Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на плановый период 2021-2022 годов, одобренными правительством, продление системы налогообложения ЕНВД не предусмотрено. Сейчас существуют три альтернативные системы налогообложения, которые могут выбрать налогоплательщики, применяющие единый налог по вмененному доходу. Общая, упрощенная и патентная. Переход на общую систему происходит автоматически с даты отмены ЕНВД в случае, если индивидуальный предприниматель не изъявит желание применять другой режим. У наших налогоплательщиков, конечно, есть альтернативные варианты выбора специальных налоговых режимов. А именно, это упрощенная система налогообложения, это единый сельскохозяйственный налог, это для индивидуальных предпринимателей патентная система налогообложения, а также налог на профессиональный доход. Каждая система налогообложения имеет свои нюансы, ознакомиться с ними и выбрать наиболее подходящую для себя стоит до 2021 года, при этом, учитывая, что перейти с одной системы на другую, по одному и тому же виду деятельности, скажем, через год, не получится. Это возможно только в очень редких случаях. По тому же самому виду деятельности, по патенту, вообще от патента просто так отказаться нельзя. Если налогоплательщик приобретает патент, он его покупает. Отказаться от патентной системы налогообложения или уйти с патентной системы налогообложения можно только в случае, если у него нарушены какие-либо ограничения по патентной системе налогообложения, либо он прекращает деятельность по данному направлению, по данному виду деятельности, вообще прекращает ее. Для того, чтобы налогоплательщикам выбрать подходящую систему, создан специальный интерактивный сервис-калькулятор на сайте Федеральной налоговой службы России. С помощью калькулятора можно определить и рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании заданных параметров по каждой системе и выбрать удобную для вас. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Несмотря на пандемию, плановые операции в Рязани продолжаются. В Рязанской областной клинической больнице хирурги помогают решить проблемы пациентов с лишним весом. За год человек может похудеть на 50 килограмм. Результаты работы врачей удивляют. Лишний вес – враг многих людей. Он влияет не только на внешний вид, но и на здоровье. Наталья знает это не понаслышке. Девушка вспоминает, что 14 лет назад она весила 183 килограмма. Состояние здоровья тогда начало заметно ухудшаться, и врачи провели ей бариатрическую операцию. Результат не заставил себя ждать. В данный момент она весит всего 62 килограмма. В основном это меня мучила отдышка. Отдышка, давление высокое было. Раньше сдавались экзамены в девятом классе, но меня даже освободили от экзамена, потому что у меня было высокое давление. Опасались что ли больше, что давление у меня будет, и я буду там переживать как-то. Ну, вот так вот и с этим обратилась. Что услышала об этом, прочитала в интернете, что существуют такие виды операции. А потом даже казалось, что это делают у нас в городе Рязани. Еще один пациент, год назад прошедший через подобную операцию, уже похудел более чем на 50 килограммов. Из-за лишнего веса он страдал от отдышки. Но когда похудел, проблема исчезла. Мужчина благодарен врачам ОКБ, ведь они круглосуточно наблюдали за его состоянием, пока он находился в больнице. Каждый день по несколько раз практически они не уходили с палаты. Сидели, смотрели, узнавали, как здоровье. Все хорошо было. Среди операций, которые помогают избавиться от лишнего веса, одна из приоритетных – так называемая рукавная резекция желудка. Она дает стабильность в снижении веса и выполняется малоинвазивным технологическим способом с помощью эндоскопии. При этом не требуется разрезать живот. После операции мы всем больным даем индивидуально режим, как им принимать пищу первый год. Потом они приходят уже к мысли о том, что вот та диет, которую они исповедуют, она для них уже как бы норма. И это дает стабильность снижения веса, и они получают очень хорошую такую эмоциональную ситуацию в жизни. Они более адаптированы социально. И что очень важно, что вот эти операции, плюс ко всему, еще очень хорошо действуют на сахарный диабет второго типа. То есть после этой операции снижается уровень сахара и достаточно стабильно снижается, что позволяет, можно сказать, лечить сахарный диабет хирургическим путем. В данный момент Рязань находится на передовой бариатрической хирургии. Кроме того, что спектр выполняемых операций весьма широкий, также объемы оказываемой помощи велики, а степень осложнений после операций снижена к минимуму. При этом бариатрические операции продолжают выполняться даже в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Стоит сказать, что в случаях морбидного ожирения операции проводятся по полюсу обязательного медицинского страхования. Таковым считается ожирение, при котором индекс массы тела составляет более 35 килограммов на квадратный метр. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В лесопарке открылась фотовыставка «Новогодняя Рязань». Жители города поделились фотографиями из своих семейных архивов. Подробности расскажем далее. Долгожданный всеми любимый праздник – конечно, Новый год. Волшебная атмосфера царит повсюду. В домах, театрах, магазинах, кафе и на улицах родного города. Лесопарк не стал исключением. Жители Рязани могут увидеть фотовыставку «Новогодняя Рязань» в парке, где фотографии словно из детства. Мне нравится, интересно рассматривать старые фотографии. Очень восхищаюсь, когда происходят какие-то изменения в положительную сторону в нашем городе. И тем более, как к Новому году, так приятно смотреть. Люблю этот парк. Гуляем почти каждый день здесь с мужем. Праздничные гуляния, детские утренники – самые яркие воспоминания рязанцев о Новом годе. Через эти снимки проходит целая история праздника. Рязанцы очень активно принимали участие в этом проекте. Были люди, которые присылали непосредственно свои семейные архивы, какие-то зарисовки присылали нам учреждения различные, городские. И архив очень посодействовал нам при отборе фотографий. Получилось так немножко, наверное, лаконично, но тем не менее, мы надеемся, что интересно. Выставку «Новогодняя Рязань» ждет вас ежедневно в местечке Лесопарк под открытым небом до 15 января. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова